Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем небольшую экскурсию по нашему цеху, по нашему производству 1. Меня зовут Алексей, снимает Ростислав. Сегодня воскресенье, на работе здесь никого нету, поэтому мы спокойненько все пройдемся, все посмотрим. Значит, давайте сразу. Мы не претендуем на звание лучшего цеха, самого правильного цеха, самого большого. Мы в любом случае не самые большие, точно не самые правильные и так далее. Значит, давайте расскажу предысторию. Изначально вот это все производство, оно было совсем маленькое, оно открывалось чисто под нас двоих. То есть, там 5 где-то лет назад еще работаем, мы не могли себе найти нормального поставщика, у всех какие-то проблемы. Все начинают поставлять со сроками, то угол мне там вырежут. В общем, какая-то дилемма за дилеммой. Естественно, ты теряешь лицо в глазах заказчика. И мы решили, идите вы все в лес, мы сделаем все производства. Вот. В городе Домодедово мы сняли себе вот такой вот цех. Изначально это было только вот это помещение одно, в котором мы стоим. Потом мы уже присоединили еще 100 квадратов. Вот. Нам, в принципе, этого хватало. Изначально также у нас была только вот эта одна станина с роликами, той не было. Вот. Значит, сняли себе цех и начали делать для себя, для своих бригад. Мы хотели прийти делать все качественно, чтобы нам было все это по кайфу делать, чтобы весь процесс контролировали мы своими руками. Ну, нам так очень хотелось. Вот. Понятно, сейчас мы уже немножко подросли. У нас там обросли дилерами. Вот. У нас стало больше бригад. Конечно, здесь уже работают люди, но когда-то работали здесь только мы вдвоем. Вот. Вот. Сегодня хочу с вами пройти по всем этапам, показать именно со стороны, вот как работает цех. Я думаю, интересно будет людям, которые, может быть, задумываются про свой цех. Вот. Также интересно, наверное, будет заказчику. Потому что некоторые заказчики, которые им говорят, что у нас свое производство, у них какое-то представление, что у нас здесь стоит чан, мы здесь мешаем ПВХ, такую пленку большую, потом прокатываем через станок, у нас получается потолок. Это все в Китае делается. Сами ролики к нам приезжают вот в таких вот тубах. Кстати, извините, у нас тут небольшой сразчет. Ребята у нас ушли в пятницу. В понедельник получат за это по шишам. Приезжают вот в таких вот тубах. Приезжают они из Китая. Соответственно, потом они вешаются сюда. В цеху происходит непосредственно только раскрой, построение полотен, раскрой и спайка. Вот и все. Вот. Значит, что касаемо пленки. Мы для себя используем только МСД премиум. А МСД премиум это предпоследняя, предтоповая, скажем так, стадия. То есть лучше есть Evolution. Но, значит, Evolution мы для себя тоже рассматривали. Понятно, мы хотели быть с топчиками. Вот. Мы рассматривали Evolution. Там были какие-то проблемы сначала все с поставками. Вот. А потом уже, когда мы там приобрели несколько роликов, мы начали сравнивать и поняли то, что он ничем не отличается. То есть какой-то весомой причины за него переплачивать просто, ну, просто нету. Вот. И опять же, к чему мы придержались, то, что премиалка, премиум полотна, все цветные полотна, которые есть, у нас их там еще 16 рулонов лежит, все цветные полотна, которые есть, они также делаются под линейкой премиум. Вот. Соответственно, Evolution, это, грубо говоря, как Мерседес, на который одели обвес, назвали его АМГ, на 5 миллионов дороже. Все, погнали. Вот. Для себя мы выбрали премиум. Все с ним хорошо, все классно, работаем только с ним. Вот. Значит, в принципе, у нас тут есть вся линейка. Давайте, знаете как, давайте мы начнем с вами с... Откуда начинается вся работа. Короче, до тут дойдем, расскажу про линейку. Так. Значит, непосредственно здесь находится менеджер-технолог. Приходят замерщики, приносят заказы, приходят дилеры. Вот. Здесь происходит построение. Значит, когда мы начинали работать, мы работали в программе New Matros. Матрос, арендная программа, которой нам, в принципе, хватало. Когда мы поняли то, что мы немножко растем, мы приобрели себе программу Easy Sealing. Вот так вот она выглядит. Вот. Программа, она стоит, если не ошибаюсь, матрос стоил, по-моему, 2000, да, в месяц. Она арендная была. А эту прогу мы купили 56 или 58 тысяч она стоит. Но здесь уже есть склад, она подсасывается с 1С. В общем, это уже более такая кудрявая программа для более удобной работы. Хорошо, давайте прям весь сейчас с вами пройдем процесс с построения, с раскроя и спайки. Приходит замерщик, приносит нам вот такой вот замер с неразборчивыми цифрами, как всегда, и так далее. Новый заказ от дилера. Давайте мы это создадим все на себя. Один. Здесь выбираются фактуры непосредственно. Кстати, мы сейчас немножко упразднили все эти фактуры. Ну, здесь немножко не то сейчас настроено. Ну, в общем, выбирается, с какого рулона режется, выбирается свет. Идет непосредственно чертеж. Здесь есть простые чертежи, есть более сложные. Забиваются все размеры, которые нам принесли. Выставляются углы. И, собственно, мы получаем наш раскроечный чертеж. Уже перенесенный в программу. Все довольно быстро. Главное, все это просто освоить. Также на раскрои мы можем ее покрутить, если нам надо как-то по-другому расположить на рулоне. Но нам, в принципе, все так надо. Вот. Здесь нам мы все это печатаем сразу. Давайте я в другую сторону не буду напечатать. Давайте напечатаю. Все. Непосредственно дальше для дилера получается цена. Менеджер свою работу сделал. Также он дальше забивает комплектацию. После этого он передает вот этот раскроечный чертеж кройщику. Всем привет. Я Ильнур Кройщик. Так. Значит, что делает кройщик? Ну, самое главное. В начале каждого своего рабочего дня кройщик два, то и три раза, иногда несколько раз за смену, он натирает этот стол. Этот стол должен быть просто наичистейший. То есть, вот здесь всегда ровный линолеум, здесь ничего не режется ножом, сюда по возможности вообще ничего не кладется. Если что-то кладется, мы за это очень сильно ругаем. Вот. То есть, здесь все чисто. Здесь можно ходить в белых носках, они до конца дня останутся белыми. Вот. Поскольку я не кройщик, у меня здесь нет... Мы, кстати, тоже, когда мы начинали, мы пробовали вариант, мы ходили здесь в бахилах. Бахилы очень сильно рвались. Сейчас. Да, вот. Мы подобрали вот такие вот тапочки там Ильнур, то есть они светлые. Вот. Ничего они не оставляют, не рисуют. Все хорошо. Я не кройщик, тапочки тоже чужие одевать не буду. Если можно, я в носках пойду. Вот. Значит, смотрите дальше. Что касаемо раскроечного светежа. У нас здесь указывается фактура, которую нам указал технолог. У нас указываются все размеры. Все ролики, они имеют свои размеры. Допустим, здесь мы будем резаться 150-го, как нам указал технолог, на 231. Вот это, это просто обычные провода. Мы их закатываем в пленку для того, чтобы можно было положить на полотно, чтобы он не двигалось. Просто для удобства, просто для себя. Может быть, кто-то как-то это покруче придумал делать, но мы придумали только так. Так, значит, смотрите. Теперь давайте я, наверное, расскажу по фактурам. Значит, опять же, когда мы все это делали, нашей главной целью было, чтобы у нас здесь был порядок. Мы очень хотели порядок. По сути, порядок мы навели. Мы были в других цехах, и я видел то, что у людей как-то непонятно. У них может здесь висеть мат, под ним висит гелянец, там мат уже там висит. Ну, как-то, короче, непонятно. Мы прям сделали так, как мы хотели, как с картинки. У нас есть первые все рулоны, у нас всегда идут мат, самый ходовой. Они все идут с шагом 20 сантиметров, ну, почти все. Полтора метра восемьдесят два, два двадцать, два сорок, два семьдесят, три, три двадцать. Продолжаем. Три сорок, три шестьдесят, четыре, четыре с половиной пять. Вот я вам весь мат назвал. Чем роликов больше всех размеров, тем у вас меньше отходов. Соответственно, это оптимизация производства просто элементарно. При условии того, что мы когда-то там начинали, мы, блин, когда начинали, мы себе, по-моему, три ролика купили. Мы поняли то, что это нифига вообще не круто, не выгодно. И пришлось сразу докупать все остальное. Вот. Опять же, что я говорю про порядок. У нас здесь висит мат, за ним следом висит глянец, чуть дальше висит сатин. То есть, по мере их востребованности мы их расположили. Также, они имеют каждые все свои размеры. Вот, как я назвал на мате, все то же самое имеется на всех трех фактурах. Что касаемо цветных полотен. Да, у нас вот есть несколько цветных. Есть полупрозрачка, прозрачка, облака, там, парча. Какие-то самые ходовые мы взяли. Конечно, вот это все не самое ходовое. Я вообще как-то неудачно цветнину заказал. Вот. Но у нас там еще 16 роликов лежит. Мы их по очереди используем. Мы их можем просто принести. Они требуются не так часто. Просто повесили, чтобы здесь пусто не было. Давайте непосредственно расстраивать. Значит, мы с вами, понятно, по чертежу посмотрели. Мы берем со 150-го рулона. Вытягиваем на 231. У нас все на подшипниках. У нас все хорошо крутится. Опять же, я видел другие варианты исполнения. Они мне не нравились. Мы оставили вот такой вот вариант. Мы выставляем 231. Ну, как правило, просто прикладываем сюда бабушку, чтобы у нас все это не двигалось. И срезаем от ролика. Все ролики имеют длину 100 метров. То есть максимально полотно можно вытянуть до 100 метров. И это круто. Вырезали прямоугольник, которым мы работаем. Но надо вырезать внешний угол. Так. Мы его нарисуем для себя. Опять же, вот что касаемо вот этих вот раскроечных моментов. Мы делаем все на рулетках, на линейках, на карандаше. Есть варианты поставить себе проектор. К сожалению, у нас помещение не подошло под этот проектор. То есть там, наверное, высота 3,5 метров и так далее. Вот. И, в принципе, он стоит довольно нормальных денег. Мы так подумали, что он нам не особо нужен. И, в принципе, общались с людьми, у кого он есть. Говорят то, что они его используют только под какие-то сложные потолки. Да, прикольно. Он минимизирует ошибки. То есть, по сути, не может быть ошибки. Все с ним проще. Вот. Но мы решили то, что нам он не нужен. Мы делаем это на карандаше. Сейчас стараемся довольно точно все это делать. То есть даже когда обучаем... Ну, понятно, мы редко, в принципе, обучаем. Но когда обучали там кройщиков, мы говорили, что ты поставь лучше лишнюю точку, чтобы себя перепроверить. Вот. Чем у тебя какие-то косяки будут. Смотрите, вообще у меня, понятно, кройщики вот этим не занимаются. То, что я сейчас сделаю. Я это сделаю просто потому, что я, опять же, не кройщик. Давно я уже это не делал. Руки мои уже не особо помнят. И ровную линию провести ножницами мне уже не так легко. Смотрите, тоже еще момент по неопытности. По первому столу, по нашему первому линолеуму, мы резали ножом. Поэтому это уже третий линолеум. То есть жизнь ничему нас не учила. Второй раз мы тоже резали ножом. Третий линолеум, ему уже полгода. Только ножницы, и он остается офигительно новый. Вот. Понятно, вырезается полотно. Значит, смотрите, с углом. Внешний угол. До угла доходим. Здесь делаем плавный заворот. И уходим в эту сторону. Понятно, если там, допустим, делаем еврократ, там немножко другой раскроет. Там более уструю на угол надо делать. Но мы сейчас на обычную пленку делаем. Так. Дальше рост мне поможет сложить. Еще момент чисто поржать, короче. Мы когда тоже начинали работать, мы съездили там друзьям, товарищам, которые цехом владеют. Проконсультировались по всем вопросам. По стеллажам, по станкам, что-то еще. Но какие-то элементарные вещи, например, как складывать полотно, мы что-то не уточнили. Да не, не, мы так и делаем. Вот. Ну, короче, да, само это все было смешно. Все это узнавалось на опыте. Вот. Всех нюансов не учесть. К сожалению, школы нету, в которой производство помогают открывать, обучают. Так, соответственно, все. Мы с вами закатали полотно. Дальше кройщик подкладывает сюда листочек с полотном, чтобы все это не потерять. И отправляет к пайщику на стол. Работа кройщика на этом заканчивается. Пойдемте, я буду теперь пайщиком. Ну что, что касаемо работы пайщика. Ой, тяжелая у меня работа. Я тут целый день стою, короче, паяю, паяю. Блин, надоело уже. Вот такая работа пайщика. Опять же, когда мы начинали работать, мы хотели, чтобы у нас все было чутенько, красиво, чтобы нам было просто вот по кайфу приходить на работу. То есть, соответственно, все, что мы делаем, должно было быть сделано хорошо. Тогда все будет хорошо. Вот, поэтому, когда мы выбирали станок, мы взяли себе, ну, один из топовых станков на тот момент. Точнее, как он, по цене, наверное, все-таки один из топовых. Это польский Zimat. Ну, действительно, в принципе, хороший станок. Он именно про это заточен. Они давно уже там выпускаются и так далее. Но сейчас, на сегодняшний день, если бы я закупался, я бы, наверное, купил китайца. Двухпостового китайца. Тут две причины. Во-первых, китайец 220. Этот станок 380. То есть, при выборе помещения мы строго искали, где есть 380. Во-вторых, вот этот станок, мы его покупали бэушным за 300 или 350 рублей. Вот. Значит, новый он стоит вообще там что-то 600-700 в зависимости от курса. Китаец, для понимания, стоит 250 рублей. Соответственно, за эти бабки я мог себе приобрести просто два китайца. И второй плюс китайца он, ну, точнее, 220 еще. Третий плюс китайца то, что он двухпостовой. То есть, у него вот эта вот станина, которая работает, она с двух сторон находится. С одной стороны, допустим, мы варим гарпун. С другой стороны, мы варим шов. Вот. В нашем же случае, когда мы, нам приходится варить шов, ну, короче, нам проще отказаться от этого шва. Потому что надо вот это все разбирать, переставлять другой позиционер, все перенастраивать. Все это занимает порядка, там, 30 минут для того, чтобы спаять, там, блин, шов, который стоит, там, 150 рублей за метр. В общем, проще этого вообще не делать. Вот. Далее. Ну, давайте по станку по своему расскажу. Станок 380, он на пневматике. У нас есть педальки. У нас здесь стоит компрессор, который нам все надувает, с помощью чего все это работает. И также у нас обязательно стоит печка. Печка, в которой подогревается гарпун. То есть, вон она печка, она работает. Здесь у нас довольно тепло. Опять же, я видел более лучшие варианты вот этой вот, вот этого шкафа. То есть, мы для себя собрали такой шкаф. Вообще, я потом уже увидел более культурный вариант. Но мы подумали, что когда все это навернется, мы переделаем. Вот. Но оно работает, как бы, поэтому не надо. А более культурный вариант, там была такая трубка у ребят. Это в Туле, да, по-моему, было. И там инфокрасный, ну, в общем, там инфокрасным чем-то нагревалось. Мне показалось, как удобней. Хотя, с другой стороны, она, место больше занимала. Вот. Ну, да ладно. Давайте непосредственно перейдем к пайке. Наше полотно мы раскладываем по столу. Опять же, стол у нас здесь всегда чистый. Также задача пайщика – это натирать этот стол, постоянно натирать этот стол. Он уже до такой степени его натер, что он уже, по-моему, насквозь почти протерся. Так. Собственно. По позиционеру мы делаем отступ в размер позиционера. И начинаем. Гарпун наш подогреется сейчас. Есть такие напальчники, чисто для удобства делаются. Делаются они из вот этого диэлектрика. Потом расскажу, для чего он. Ну, просто для себя делаем, я не знаю. В принципе, мы все так делают. Вот. Соответственно, дальше. Когда гарпун теплый, конечно, им работать намного быстрее, проще. У меня он не особо теплый, но все же. Гарпун одевается на позиционер. Тут полотно на буквально миллиметр-два больше. Мы просто одеваем на позиционер. У нас две педальки. Мы опускаем в станину. Тут можно работать на автомате, можно нет. Я обычно работаю на автомате. Вот, допустим, Рост не любит работать на автомате. Все, станок сделал все сам. Кстати, если не ошибаюсь, китайцы не на автомате, да? У китайцев, по-моему, нет автоматики, не помнишь? Ну, в общем, да, что-то там такая какая-то история. Понятно, если я поставлю ручной режим, то я сам буду останавливать этот процесс. Давайте я покажу. Сейчас мы вот в ручном процессе. Гарпун приподнялся. Я выключил и поднял. Вот, давайте теперь поближе рассмотрим спайку. По сути, вот она произошла, спайка. Давайте сейчас вот на углу еще разок ее поближе покажем. Полотно, да, вот всем таким образом. Оно просто там складывается, здесь раскладывается. Оно туда-сюда передвигается. Так мы и запаиваем. Что касаемо самой спайки. Вот мы с вами одели гарпун. Мы с вами одели гарпун. На углу загибается все вот таким вот образом. Вот, то есть лишнее уводится туда. Значит, голый, как раз нижний позиционер, да, у нас, по-моему, идет. Голый позиционер у нас никогда не остается. Мы всегда подкладываем сюда диэлектрик для того, чтобы ток у нас в него сразу не шел. Иначе могут быть прожоги. Это плохо для станка. Вот, мы подкладываем диэлектрик. Мы опускаем станину. Как происходит сама спайка и как мы понимаем то, что вообще что-то спаялось. Вот у нас сейчас все лежит ровно. Кстати, обратите внимание, здесь сейчас никого тока нету. Пока я кнопку не нажал, здесь пусто. Сейчас я нажимаю кнопку. Смотрим на гарпун. Видите, он начал подниматься. Я останавливаю. Все, на этом все, произошла спайка. То есть у нас полотно и гарпун, они стали цельными. По такому же принципу делаются надувные матрасы, бассейны. Как бы все, это вот, очень тяжело его оторвать. Ну, понятно, если очень постараться. Вот. Так, переходим дальше на угол. Что касаемо техники безопасности, наверное, про это тоже стоит рассказать. Первое. За три года работы, или сколько мы лет работаем? Ну, почти три года. Вот. У нас не было ни единого случая, когда к нам пришел новый пайщик и его не ударило током. Я не знаю. Ребят, блед. Все это вам рассказываешь, все равно вас бьет током. Короче, история такая. Пока мы кнопку не нажали, здесь ничего нету. Как только я нажимаю кнопку, понятно, по станине идет ток. Вот. И всегда кому-то надо сюда пальчик прислонить, что-то еще сделать. И, соответственно, они получают разряд. Вот. Ну, это не очень приятно, но это не смертельно. Вот. Конкретно из моих случаев, что у меня было. Опять же, здесь гидравлика. Гидравлика довольно сильная. Ну, как сильная. Палец мне не сломало, но все же. С утра как-то по запаре мы собирались. Я также стою, запаиваю полотно. Вот. Что-то там с ростом общаюсь. И в процессе, когда я с ним общаюсь, я провожу рукой и в этот момент нажимаю на педаль. Вот. Понятно, меня в конце ловит за палец. Я начинаю пытаясь. Ну, понятно, это все там как-то так необычно происходит. Было очень больно. Палец я не сломал, но... Больше не хочу. Был внешним углом, понятно. Вот мы подошли к нашему уголку, который мы вырезали. Вот. По сути, здесь никаких секретов нет. Он просто раскрывается впрямую и запаивается. Нам главное проследить, чтобы мы туда никаких складок и вмятин не впаяли. Вот. То есть вот таким вот образом раскрывается. Закрывается гарпуном. И закрывается дальше. Мы его просто развернули. Это эластичный материал. С ним очень хорошо работает. Вот. Вот таким вот образом мы его проверяем, чтобы у нас все было здесь, чтобы никаких складок там не было. Все. Можно паять. Вот. Также обычно бывает вот так вот угол топорщицы. Я обычно сюда пальцы прикладываю. Прижимаю угол, чтобы углы были четче. Вот. По сути, вот он наш угол получился. То есть мы вытянули то, что прямое. Видите, там остается еще карандаш, который я рисовал. Вот. Опять же, делается для удобства. То есть монтажником на объекте видно, где угол. По сути, на что ориентироваться. Вот. Это тоже удобно. Просто мы прошли с вами весь периметр, подошли к замку. Значит, мы подрезаем гарпун. Стыкуем его. Ну, чем лучше мы его застыкуем, тем лучше будет. Значит, смотрите. Здесь ситуация какая. Мы пробовали разные материалы. Кто-то, я видел, это баннерами делает. Не знаю. Вот. Мне кажется, самое оптимальное и толщину не дает делать обычной пленкой. Желательно цветной, желательно глянцевой, потому что она все-таки потолще. Просто кладется чуть больше, чем надо. Опускается позиционер. Смотрите, я сейчас буду тянуть за ленточку. И при нажатии она у меня просто отрывается. То есть, я непосредственно замок впаял в гарпун. Вот он. То есть, он уже впаян прямо сюда, он к нему приделан. Вот. Ничего приклеивать уже с этой стороны не надо. Дальше мы, понятно, полотно переворачиваем. Здесь уже поклеить все-таки надо будет. Станок мы уже выключаем. Значит, как склеивается замок. Тут тоже несколько моментов склеивается. И сам гарпун. Во всяком случае, мы так делаем. Я не знаю, как другие делают. Склеивается и с этой стороны. Вот таким вот образом. Дальше мы вот так открываем. Сюда делаем пару капель. Берем вот такой шпателечек. И заводим вот сюда. И склеиваем все внутри. То есть, мы, по сути, проклеили мало того, что с трех сторон. Мы еще и гарпун между собой склеили. Точнее, мы проклеили с двух сторон. С одной приварили, и гарпун между собой склеили. Вот он замок. По сути, это уже полностью готовое полотно. Дальше задача пайщика все это просто свернуть и отнести на стеллаж. Производство, по которому мы, да, ходили тоже до этого, как-то обращал внимание, у кого-то там из фанерок, сделаны из брусков. Блин, мы пошли, купили себе просто нормальные стеллажи. Железные, чистые, которые долго прослужат, которые можно потом, если что, увезти с собой. Приходит сюда, понятно, уже все, пайщик. Он запаял, находит номер заказа, куда это надо положить, и определяет. Дальше уже кладовщик непосредственно все это складывает и, согласно накладной, проверяет количество полотен, собирает комплектацию. В нашем случае комплектации хранятся здесь, на складе. Там у нас хранятся все профиля. И, соответственно, выдает. Ну, по сути, все. Вот так вот за полчасика мы с вами пробежали весь цикл. Вот, кстати, вот про замок еще не рассказал. Наверное, замок это была последняя капля, когда мы решили открывать себе цех. У нас было там производство, с которым мы работали некоторое время. Вот. Мы заказываем что-то разом там 9, по-моему, 9 или что-то 8 или 9 квартир. Вот. И они на замках клеили себе баннер. То есть ребята вообще заморачиваться не хотели. Они просто там клеили баннер, абы как. И у нас получалась такая ситуация, что все помещения, даже вот туалеты. Ты когда начинаешь тянуть, у тебя замок просто пам, и все. Вот. Естественно, мы звонили, ругались. Пацаны, что за фигня? Ну, давайте как-то решать вопрос. На что нам сказали. Вы первые, кто пожаловались. Мы проведем, короче, экспертизу там у нас в экспертизной. Я не помню, как он нам сказал. Ну, просто ребята, да, они, видимо, забыли то, что мы у них были. Они сидели в подвале пятиэтажки. У них там пахло дошираками. Он говорит, я проведу экспертизы где-то там в нашей лаборатории. Вот. Ну, короче, просто. То есть и не хотят признавать свои ошибки, и исправлять тоже это не хотят. И это, наверное, была последняя капля, когда мы все-таки решили все это открывать. Вот. Ну, я надеюсь, для заказчика теперь более понятен цикл, как все это выглядит, как выглядит ваше производство. Чана у нас здесь, к сожалению, нет. До чана мы еще не доросли, чтобы изготавливать сразу ваши ролики. Вот. Для монтажников, может быть, которые задумываются по производству. Выбросьте эту сраную идею. Так, давайте, наверное, всех интересующих вопрос. Наверное, по-любому мне кто-то там напишет про бабки. Бабки сколько это стоит? Значит, смотрите. Если вы начинающий монтажник, если вы хотите там попробовать, не меньше полторашки вам тут делать особо нечего. То есть мы заходили с полторашкой, а на двоих мы на эту полторашку как-то наковыряли себе компьютеры, принтеры, там, ну, вот это все обустройство, станок, станины сварить, стол поставить, первые закупки сделать и так далее. Полторашка – это просто минимум. Это прям вот, меньше сюда лучше не лезть. Если вы купите все три ролика, вы думаете, на этом проживете. Нет, вы не проживете, вы просто, у вас остатки съедят. Вот, именно обрезки полотна, они просто вас будут в минус утаскивать. Далее, если вы хотите открываться, блин, меньше 300 квадратов, этим не стоит вообще заниматься. Вот, если у вас меньше 300 квадратов в день, особо вы зарабатывать не будете. Это при условии того, что у вас там сотрудники работают, что-то еще. Конечно, если вы в одного у себя дома, там, в гараже, там, хотите. Ну вот, но, опять же, это дело такое, не особо благодарное. Вы там не вырастите. Вот, значит, ну, 300 квадратов, да, может быть, этим как-то можно ковыряться, хотя я бы не стал. Вот, вот, с учетом того, что мы с вами так бегло по цеху пробежались, могу сказать, сколько на сегодняшний день стоит примерно наш цех. А со всеми там обустройствами, со всеми материалами здесь порядка, наверное, 4-5 лимонов. Вот, ну, для кого-то, может, большие деньги, для кого-то небольшие, как бы, ну, это в любом случае вложения, мы на них зарабатываем. Дальше, на мой взгляд, что я считаю самым основным в производстве, если вдруг все-таки кто-то вот сейчас смотрит, и вот он собрался открываться. Пацаны, вот, собрались открываться, вот, делайте вот от души, чтобы было, чтобы у вас был порядок, чтобы у вас были хорошие станки, чтобы у вас было светлое проветриваемое помещение, тогда он будет работать по кайфу. И, на мой взгляд, самое главное, это именно непосредственно работать с дилером. То есть, вот, почему мы к этому пришли? Потому что, грубо говоря, нас послали. То есть, когда мы какие-то там, ну, претензии есть, понятно, у всех есть, у любого производства есть косяки, такого быть не может, чтобы не было. Здесь работают люди, здесь не роботы. То есть, на любом производстве есть огрехи там и так далее. Не доложили, неправильно запаяли, не вырезали угол и так далее. Вопрос, как ты решаешь сложившуюся ситуацию? Если я не я, корова не моя, ну, ты долго не продержишься, лучше вообще этим не заниматься. Конечно, если все решается на диалоге, все решается как-то мирно там, потом уже разбираешься, вот, тогда, да, с дилерами будет все нормально. Ну, как бы у нас в основном дилеры все такие вот свои, наши там друзья, знакомые какие-то, с кем мы плотно общаемся, мы с некоторыми даже проекты какие-то ведем. Вот, то есть, мы на широкий опыт не работаем. Так, я надеюсь, видос будет интересен, кому-то, может быть, даже полезен. Заказчику, ну, понятно, наверное, мало какой заказчик все это посмотрит, но если ты заказчик, который посмотрел, ты молодец. Вот, это теперь все понятно, как все это происходит, все стало более прозрачно и более доступно. Будут вопросы, задавайте, спрашивайте, пишите, у нас есть инста, там есть наши контакты, вы можете прям ватсап мне написать. Если что-то где-то могу что-то подсказать, с удовольствием это сделаю, никому еще не отказывали. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok